Привет всем любителям по скульптрить. Давайте дальше разбираться с бейсболом. Сейчас попробуем сделать перчатку. Опять же делаю я её первый раз, строго не судить. Всё, погнали дальше разбирать. Варианты так видел в принципе. Разный у них есть дизайн и так далее. Но в принципе у них всё очень должно быть просто. Так, представляю себе это всё так. Откроем наверное сферу. Edit, Make Polymesh. Заходим в геометрии, делаем Dynamesh. Так, Dynamesh это всё делаем. Смотрим PolyF сетку. Включаем Flur. Shift, левая кнопка мыши выравниваем. X, проверяем симметрию. Вот две точки появилось. Так, ну и давайте наверное развернём эту модель. Вот так наверное где-то. Alt, правая кнопка мыши передвигаем. Так, немножко уменьшим. X симметрию отключаем. Graph Size на экран. И попробуем так вот. Ctrl и порисуем. Что-то рисуем вот так. Даже можно наверное чуть-чуть побольше взять. Потом рисуем мягко. И вот так вот рисуем палец. Вот что-то в таком духе. Вот всё. Вот такая получится у нас заготовка. Сейчас мы её наверное ещё, если получится, подкорректируем. Так, Soft Tool. Экстракт. Дубляж отключаем. И жмём Extract. Так, немножко наверное потолще сделаем. Ух ты, это сильно. О, пойдёт. И жмём Accept. Так, теперь сфера нам уже наверное не пригодится. Мы её удаляем. Delete. Окей в Sub Tool. И снимаем маску. Вот получается вот такая заготовка. Теперь надо всему этому сделать. Так, сетку посмотрим. Делаем Ctrl W. Одну полигруппу. Пуру уже можно отключить. И теперь заходим в Geometry. И делаем всему этому опять же Dynamesh. Заходим в Deformat. И делаем всему этому Polish. Вот так. Можно ещё даже Polish сделать. Пусть будет помягче. И Poly F можно отключить. Так, в документы захожу. Чуть-чуть яркости прибавлю. Экрану. Вот такая штукенция получилась. Теперь Shift. Пустом немножко это всё выгладим. Вот так вот. Ну и немножко наверное Moft Apology подработаем это всё дело. Draw Size побольше. И вот так вот. Палец чуть-чуть в эту сторону, в эту сторону. Так, а вот с этой стороны он немножко на картинке был вот так где-то наверное. Вот ровный. Ага. Всё. Вот такая получилась штукенция. И вот там он многослойный. Вот эта перчатка, она там многослойная. Давайте попробуем теперь. Давайте попробуем теперь что сделать. Сделаем дубликат. Сделаем дубликат. Если что-то пойдёт неправильно, мы его удалим. Делаем Moft. Включаем и вытягиваем чуть-чуть вперёд. Вот так где-то. Ну и немножко наверное чуть-чуть сделаем побольше. Вот таким вот образом. Это вот будет наверное. Так. Развернём её вот так наверное. И немножко сейчас Ctrl-Z, Ctrl-Z, вот таким вот образом, да. Вот пускай она такая наверное и останется. Чуть-чуть её подровнять. Вот так вот. Ну и наверное надо ещё одну сделать. Штуку вот такую. Сделаем ещё дубликат. И опять же Moft. Немножко её уведём вот так назад. Отключим Moft Rough Size. Пусть получился вот такой слоёный пирог. Ну и вот эту часть, вот эту часть, немножко надо вот так наверное сделать. Здесь будет типа под руку. А здесь вот так вот натянем. Здесь вот так подкорректируем. Чуть-чуть сделаем поменьше. И немножко прижмём. И тут немножко прижмём, чтобы не было пустот. Так. Эту часть, где-то вот так наверное. А эту часть, чуть-чуть тоже подкорректировать, подровнять. Чтобы была поровнее. И чуть-чуть её ближе. Драфт сайз можно поменьше. И вот эти вот слои. Немножко можно откорректировать. Вот так вот. Так, всё, перчатка готова. Теперь нужно её объединить. Делаем Merchdown. Окей. И Merchdown. Окей. Смотрим, что тут получилось. Всё нормально. Всё прикольно. Жмём Mock. Немножко её сплю с ним. Вот так вот. Уплотним, так сказать. И вот теперь, наверное, надо вот этот палец ещё приподнять. Вот этот. Этот тоже. Делаем Ctrl-W одну полигруппу. Вот так вот. Уже будет симпатичнее. Теперь заходим в Wapen. Находим куб. Так. Переключаемся на куб. И заходим в Geometry, в Size. Всё это дело... Ctrl-Z. Надо уплотнить. Вот так вот где-то. Вот где-то в таком духе. И всё это дело теперь поднимаем кверху. Вот так. И вот так вот делим. Все вот эти части теперь будем делить. Чуть-чуть можно повернуть. Немножко вот так вот откорректировать. И теперь делаем Dynamesh кубу. И вот так вот. Ctrl-Левая кнопка мыши. Вытягиваем вот так. И где-то вот так вот. Вот она, моделика, пронизана. Проталкиваем её дальше вглубь. Вот таким вот образом. И немножко можно подкрутить. Вот так вот. Следом давайте зайдём... Ставим вычитание. Переключаемся на саму перчатку. И делаем Merge Down. Ок. И снимаем выделение. Всё. Вот у нас 4 пальца. Всё прикольно. Всё получилось. Так. Теперь... Порисуем экстрактом немножко. Делаем вот такую вот полосу. Вот так её где-то. И заходим в Soft Tool Extract. Нажимаем дубляж. Отключаем. Вот здесь дублирование. Отключаем. И жмём Extract. Жмём Accept. Снимаем маску. Так. Пардон. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Да. Снимаем маску. Заходим в геометрии. Делаем Dynamage. И делаем геометрии... Так. Деформация. Делаем Polish. Вот такая штука получилась. Следом Trim Rect. И немножко можно её порезать. Вот так вот. Делаем так. Теперь Ctrl Shift. И выберем Clip Circuits. Немножко вот так обрежем. И немножко вот так. Пойдёт Ctrl W. И теперь опять жмов. И вот это всё дело надо подставить вот именно вот сюда. Так. А почему она двойная получилась? Без разницы. Сейчас отделим. Маскируем одну штуку. Делаем Ctrl W. Теперь получается так. Ctrl Z. Поработаем с одной. Нам как раз две и будут нужны. Так. Раз. Выкручиваем. Вот так. И вот так всё это дело вот сюда подставляем. Вот так вот. Немного расширяем. И опять же подгоняем всё вот сюда. Вот так вот. И немножко выкручиваем. Опять же выкручиваем. И опять же подставляем. Вот так вот. Повыше можно вот таким вот образом. И немножко пониже. Вот. Теперь делаем Ctrl I. Перекручиваем вот эту пряжку. И вот сюда её. Чуть-чуть надо её уменьшить. Подставляем вот сюда. Вот так вот. Подключаем дизму. Немножко вот так. И немножко делаем её поуже. Немножко ротации вот так её перекрутим. И с помощью MOV вот сюда вот так вот подставим. Вот так. Теперь Ctrl I. Вот так вот. Ну и MOV Topology продолжаем всё это дело корректировать. Вот так вот где-то прибавим. Где-то вот так её подсадим. Делаем Ctrl I. И вот так вот эту пряжку нижнюю тоже вот сюда. Draft Size чуть-чуть поменьше. И вот так вот всё это дело здесь установим. Вот где-то вот так вот. А эту часть чуть-чуть вытянем во. Чуть-чуть её подравняем. И немножко уведём вниз. Во. Вот теперь уже здесь закрыто. Вот такая будет перчатка. Так, ну и давайте сделаем крест. А крест будем делать вот так, наверное, Append. Находим Ring 3D. На него переключаемся. Заходим в Geometry. Делаем Dynamesh. Заходим в Size. Уменьшаем всё это дело. Вот так вот. Теперь Gizmo перекручиваем. Ещё перекручиваем. И вот так вот сюда устанавливаем. Вот так вот. Протыкая его насквозь. О. Немножко расширяем. Вот так, чтобы он был. И немножко его уплотняем. Чтобы вот именно сзади он тоже спроецировался. Так. Вот так вот и устанавливаем. Вот так. Немножко вытягиваем. И немножко корректируем. Вот таким вот образом. О. И чуть-чуть, наверное, вперёд подадим. О. Вот теперь точно всё. Всё. Так. Теперь всё это дело надо продублировать. Опять же снимаем. Жмём Control. Удерживаем. Так. Что не так? Вот так вот. И вот так это всё дело перекручиваем. Подгоняем. Устанавливаем. О. Вот так вот. И немножко вот так вот корректируем. Вот таким вот образом. Вот так вот. И вот это вот теперь, что получилось. Можно немножко всё это дело вот так вот уменьшить. И теперь Control перетягиваем на соседний палец. Вот так вот. Вот так вот. Ну и опять же делаем Control теперь на этот палец. Так. Смотрим со всех сторон. Если вдруг кривовато, корректируем. Выкручиваем. Вот так уже будет симпатичнее. Драфсайз чуть побольше. И можно вот так вот здесь уже докорректировать. Вот так вот. Вот. Уже прикольно. Так. Следом здесь вот делаем дырки. Вот в этой части дырки будем делать с цилиндра. Заходим в Subtools. Находим опять же Append. Находим цилиндр. Переключаемся на цилиндр. Всё это дело выравниваем. Следом заходим опять же в геометре. Делаем всему этому Dynamesh. и в Size всё это дело уменьшаем и вытягиваем. Опять же уменьшаем. Вот так вот. И, наверное, ещё чуть-чуть уменьшаем. И снова вытягиваем. Теперь вот так вот подставляем. и теперь Control и вот так вот перетягиваем. Снимаем маску и немножко перекручиваем и немножко уводим вглубь. И ещё немножко перекручиваем и опять же вглубь уводим вот так и немножко корректируем. Вот так. Делаем этому всему вычитание. Ставим. Переключаем его. Поднимаем кверху под SubTool, который будет вычитаться и на него переключаемся. Делаем Merge, Merge Down. Окей. И снимаем маску. Так, дырки есть. Опять же заходим, делаем Ring 3D. Опять же ему делаем геометри, делаем ему Dynamesh. Ну и уменьшаем. Всё одинаково, всё вот так где-то. Так, следом всё это дело сминаем. И Ctrl-Shift Trim Rect обрезаем вот так. Или Ctrl-Z обрезать может и не надо. Так, всё это дело перекручиваем. Подгоняем вот сюда вот так вот. Ещё его перекручиваем. Ставим вот на это место. И опять же крутим вот так. И вот так вот углубляем. Тянем на себя за жёлтый так, от себя за жёлтый квадратик. Так, вот так где-то. Ещё за синий потянем и ещё от себя именно именно за жёлтый квадрат. Вот так. И садим его вглубь. вот так вот будет. Теперь делаем control и левая кнопка мыши перетягиваем вот сюда. И опять же его крутим, вертим и опять же его подставляем вот так вот. вот так всё это выставляем. Получается вот такой вот шов. Всё прикольно. теперь включаем гизму и опять же control вот так всё перетягиваем вот сюда этим дыльком. и вот теперь тут вот так вот уплотяем и опять же выравниваем по отверстиям а то я всё дырки дырки и вот так всё это теперь будем устанавливать control 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 и продолжаем контролить. Снимаем маску швы control Z последний не попал вот так вот немножко его приподнимаем смотрим что-то как всё вот теперь снимаем маску вот такие получились швы вот это всё дело маскируем вот так делаем control и заходим в move и с помощью Gizmo ещё зажимаем это всё и немножко вот так вот раз уводим так теперь переключаемся на перчатку и будем теперь с помощью Moff Topology корректировать именно вот эту часть эту уводим глубже выравниваем всё чтобы было ровно вот так возвращаемся на наши нитки и вот так теперь их draft size можно уменьшить и немножко вот так вот докорректировать вот так вот ну в принципе вот уже готовая перчатка так вот эту вот ещё надо подкорректировать вот так её увести и вот так её вытянуть чтобы держала вот эту прошивку ну также здесь можно добавить швы по прошлым роликам оставлю ссылку уже не буду показывать уже это всё дело снимал вот так вот немножко приблизить вот получилась вот простая перчатка нужно можно теперь здесь чуть-чуть чуть-чуть подкорректировать подровнять вот таким вот образом немножко вытянуть швы ctrl ctrl или можно сделать кисточку чтобы вот эти швы потом так просто рисовать чтобы вот так не морочиться ну в принципе вот так получается красиво вот вот так вот ну такая наипростейшая перчатка можно добавить теперь ей там потертости какие-то текстурки вот вот такая прикольная вещь все всем пока до свидания в следующем ролике уже обзор модели по бейсболу и пойдем по новым темам наверное бутсы думаю не надо уже показывать как делать с обувью разбирались в прошлых роликах ну и в принципе одежду тоже мы разобрали кепки разобрали шляпы тоже разобраны были так что в принципе вот три детали которые по бейсболу очень было интересно посмотреть как делаются все всем пока так Продолжение следует...